В полку мастеров-граверов прибыло. Златоустовский индустриальный колледж Минионосова приняли в гильдию оружейников. Событие для нашего города, да и для всей Челябинской области уникальное. Это учебное заведение, которое первым вошло в почетное сообщество мастеров. Главная задача – повышение качества обучения будущих граверов. Подробности далее. Достойно нести звание члена гильдии мастеров-оружейников Златоуста. Клянемся! К студенческой клятве аносовцев теперь добавилась еще одна – участников гильдии оружейников. Почетный знак директор индустриального колледжа Виктор Сидоров получил из рук легендарного мастера Ивана Бушуева. Театрализованная постановка стала символом продолжения традиций граверного дела, заложенных еще в XIX веке. Что гильдия оружейников принимает нашу техникум аносового гильдии оружейников – это здорово, потому что они смотрят в будущее. Виктор продолжения ваших изделий – это, вы не растеряете, самое главное, художественные свои задумки. Надеюсь, что среди выпускников и будущих, и нынешних еще будут и известные мастера, и заслуженные художники. Я так думаю, что много будет и членов творческих союзов. То есть гравюра – это не вообще работа с металлом, работа с материалом. Это всегда интересно, это всегда перспективно. Специалистов художественной обработки металла в Аносовском индустриальном готовят уже не одно десятилетие. Многие ведущие сотрудники вооружейных мастерских – выпускники колледжа. Престижной эта профессия была и в 80-х годах прошлого века, остается таковой и сейчас. Раз только в Челябинской области, только одно училище граверов. Конечно, беспрективно. Я хотела стать художником-гравером, очень люблю рисовать. Ну, также участвовала в всяких конкурсах, занимала даже первые места по бороду. Мне было очень интересно учиться. Процесс обучения – интересный и творческий. Единственный недостаток – мало практики. Вступление Аносовского колледжа в гильдию оружейников должно изменить это обстоятельство. Взаимодействие с предприятиями станет более тесным. В колледже планируют привлекать представителей оружейных мастерских в качестве преподавателей. Кроме того, будут скорректированы программы обучения, поскольку уникальное златоустовское искусство остро нуждается в современных разработках. Вся эта школа берет корни из того дальнего прошлого. И, к сожалению, она плохо, мало меняется. Мы наблюдаем, что есть десятки компаний, например. Но, по большому счету, когда клиент смотрит на нашу продукцию, он не видит особой разницы. Почему? Потому что нет дизайнерской школы. Художник-гравер – не просто узкий специалист, который умеет рисовать, говорит директор колледжа Виктор Сидоров. Перечень профессий, связанных с художественной обработкой металла, в Аносовском индустриальном планируют существенно расширить. Не обязательно уметь рисовать для того, чтобы правильно заточить нож или правильно термически обработать заготовку. И вот наша задача сегодня в процессе подготовки выпускника-гравера, вот эти все компетенции, которые нужны мастера нашего города, этим компетенциям обучать. Параллельно на базе колледжа планируют возродить подготовку специалистов кузнечного дела. Главная задача – обучение мастеров, востребованных на рынке труда. Поэтому уже нынешние дипломные проекты студенты будут разрабатывать совместно с представителями гильдии.